все доброе утро время 9 утра нормально в принципе поспал хороший диван задний бизнес-класс чем сказать фух чуть-чуть пройдусь прогуляюсь пешком то ноги затекли а мне ехать еще два с половиной часа ноги размять немножко холодно утро холодно такое классное приятное чуть сто лет не слышал я крика петухов обалденно а он петушки там ходит это еще классно Субтитры делал DimaTorzok 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 Добрый вечер! Сегодня 29 января Собственно, с моего дня рождения ничего не меняется Все так же Съездил я в Тампу Прекрасно отдохнул там в одиночку Сходил на мероприятие Как назвать рейв по-российски дискотекам 29 января и сегодня ожидается самая низкая температура пока за эту зиму, ну то ли еще будет, будет около нуля минус один короче можно сказать заморозок такой заморозки для Флориды это конечно Так существенно, довольно существенно, вот сейчас прохладно, вот два дня уже так холодно, вот, но мне очень нравится, вообще такой свежий воздух, ну и кайф просто, кравь Иду на океан по обыкновению Иду на океан по обыкновению Иду на океан по обыкновению Субтитры сделал DimaTorzok 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 как бы это смешно не казалось но для флорида это существенно и для нас все таки привыкли мы уже к теплу что будет летом летом будет жара а что случилось сейчас уберу все убрал все нормально это песок это я хочу чтобы я так еду я хочу на лодки давай на лодки а и 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 Продолжение следует... Сейчас удивительное явление для данной местности. Такая дымка идет. Это потому, что температура воздуха довольно теплая, где-то 26 градусов. Сегодня в пике было, а океан похолодал. То есть опустилась температура за время похолодания, и вот сейчас такая испарина пошла. Удивительно. Это несмотря на то, что Гольфстрим рядом, все равно вода холоднее, чем атмосфера. Я думал, что даже будет наоборот, что океан будет греть атмосферу, но нет. Гольфстрим рядом. Иногда так устаешь уже от солнечных дней, что у меня прямо сейчас дождик в кайфе, где-то 15 градусов, 14, и дождики замечательно так прогуляться под ним. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 thereof и так же как и машинка теперь будет вообще отлично я первый раз говорю отлично вышел сейчас погулять на океан так обычно короче я задумался сколько мы живем в Америке уже почти два с половиной года скоро будет Вроде, кажется, недавно приехали, а уже два с половиной года прошло. Обалдеть. И если касаться политическую сторону США, да, ну, тут, понятно, есть две партии, республиканцы и демократы. Честно, я так и не понял, вообще, кто лучше, вот, вообще, демократы или республиканцы. Понятно, мы как мигранты, для нас, наверное, предпочтительнее демократы, если брать, да. Но если брать, например, там, внешнюю политику или какие-то другие вещи, то хрен его знает. Честно, я даже вообще не интересовался. Просто за эти два с половиной года, на самом деле, столько мы здесь хапнули жизни, несладкой, честно говоря. Ну, вот, что как-то задумываться о том, кто лучше, демократы или республиканцы, вообще не приходится. Наверное, если ты уже гражданин США, когда у тебя есть паспорт, там уже ты начинаешь задумываться, что для тебя предпочтительнее. Но сейчас, вот, когда ты, ну, еще мигрант, то есть не имеешь там паспорта, вот, то как-то об этом вообще, этот вопрос мало заботит, честно говоря. Вот, но если сравнивать Байдена и Трампа по отношению мигрантской политики, то, конечно, Байден, он намного лучше. То есть демократ, вот, Трамп потому что много ужесточил для мигрантов некоторые моменты в плане, там, легализации. Вот, а Байден, он опять это отменил, все, многие вещи. Ну, как бы, не знаю, там много слов, но как это на деле, все будет. Но жизнь мигранта в любом случае тяжелая, неважно какой президент, мигрировать в другую страну, это очень трудно. Я, конечно, до последнего не хотел признавать, мигранты мы или нет, потому что я как путешественник, да, я люблю всегда что-то новое. И, то есть, если даже мы живем сейчас здесь уже столько лет, то для меня до сих пор, мне кажется, что мы возьмем и поедем куда-то в другую страну. Я как-то не воспринимаю еще так, что мы здесь останемся жить, вот. Но, честно говоря, я бы хотел бы, конечно, я же не один все-таки, у меня еще и дети, хотел бы, чтобы дети жили здесь, да, это так и есть. Вот, а я-то могу поехать хоть на все стороны, которые возможны. Ну, пока никуда не охота, честно, с этими ковидами, потому что мы вовремя приехали, на самом деле, в США до ковидные времена все. И нам повезло, то есть, мы приехали в США вот буквально за пару месяцев до ковида. Если бы чуть-чуть еще, наверное, мы бы сюда не попали. Вот, и поэтому мы как-то наслаждаемся немножко этим. А сейчас наслаждаемся, я пошел на океан, кайфовать, отдыхать, слушать, прибой. Что еще надо для жизни? Это машина, машина? А, 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 а... Что надо для жизни? А, 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 а... А, а, а? Здравствуйте! Стойте, здании! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы тут пришли на одно день рождения, короче Тут специальные такие кафе есть детские Где справлять день рождения можно Ребенка без проблем тут И стол накроют, ну то есть Все включено по сути Вот здесь есть аттракционы такие Тебе дают жетончик вот такой вот Ну это все в стоимость сходит, короче И что хочешь делай Но мне нравится баскетбольный мяч бросать, короче Вообще здорово Все, пошли толкнуть Так, доброй ночи Сегодня 12 число, уже третий час ночи Или утра Тут кому как удобней У меня есть прискорбная новость Прискорбная весть Все-таки, наверное, придется это признать Но у меня Аллергия на кошек Вот Я не знаю, как так получается Я с детства вообще с пеленок практически Живу с котами Вот И я даже подумать об этом не мог Что у меня может быть Когда-нибудь даже Случится аллергия на кошек Это, конечно, не сто процентов Не на сто процентов Я уверен, что это так Но Я анализирую сейчас свои полгода И понимаю Что, возможно Это так и есть Скорее всего Вот Ну, я, конечно, об этом не говорил Но Вот Наверное, полгода назад Примерно, когда у нас появилась сосиска У меня Начался Насморк И я очень сильно чихаю Вот сегодня опять чихал очень сильно То есть чих, который ты не можешь остановить Это не тот чих, который от пыли Да, что-нибудь попадет там в нос Ты прочихался И ты даже кайфуешь от этого А это такой чих Очень неприятный Что ты хочешь Кусок, наверное, легкого Вычихать Так можно сказать Ну, когда кашляешь и не можешь остановиться Так же вот чихаешь И прям Да, глубокая Прям Диафрагма там сжимается И не знаешь, что сделать Вот И Я не знаю Походу у меня на сосиску Все-таки Скорее всего Это у меня на сосиску Потому что я не знаю Вот сейчас я лежал Смотрел кино Гладил сосиску И у меня опять эта херня началась Я даже не ходил Ничего не трогал Никого не трогал Все было нормально И тут на тебе Блин, но так жить, конечно, невозможно Я, конечно Очень сильно люблю сосиску Да Но Блин Так жить это тоже невозможно Это просто вот Вынос мозга Вот Хочется Вот если был бы ствол Наверное, взять ствол И просто Вышибать себе мозги Это вот так вот Вот реально Вот эта аллергия Вот Она вот такая Вот что делать Ну, как что делать Конечно Я готов с сосиской расстаться В любом случае Потому что Так жить тоже невозможно Но Мы не выкинем, конечно На улицу Но Хороших хозяев То есть Кого-то знакомого Найти это нужно Потому что Блин Я не знаю Я сам это верить, конечно Очень долго не хотел Что на сосиску Я думал Так Это на старую пыль На Еще какие-то другие вещи Но Не знаю Это все-таки Скорее всего На нее На пыль Я просто Вот последнее У меня было Обвинение В адрес Флиса Флиса Флисовой одежды Но Это все Понятное объяснение Имеет Потому что Флисовая одежда Она же такая Ворсистая И Кошачья шерсть Она именно Оседает Вот На флисе На коврах Все что имеет Ворсинки И естественно У меня На это тоже Становится Аллергия Аллергия Она не на самок Там кошачью шерсть На кошек А именно На тот протеин Который Кошка образует Когда Умывается Вот она Это все На шерсть делает И шерсть Получается Становится Вот такая Вот Это очень Сильно аллерген Это протеин Вот этот Кошачий Я там не знаю Я не биолог Я просто Почитал Сейчас информацию На кошачью Аллергию И что Ее может вызывать И вот Это Скорее всего Ее может Вызывать Ой Конечно Спать охота Вообще Тоже Блин Вышел Чтобы подышать На свежем воздухе Мне полегче было Потому что На свежем воздухе Мне сразу Легче было И она Много чего Грешил Но какую-то Пыльцу Я там Грешил Что может быть Мне там С юга Что-то Задывает Какой-то Ветер Потому что Бывает Тоже Такое Сезонами На югах У некоторых Людей Которые Какое-то Растение Излучает В Техасе Мне такое Рассказывали Что там Что-то Цветет Весной И Начинается Вот эта Реакция На пыльцу Вот И Ну хрен его знает Блин Задолбался Вот этим Насморком Уже жить Походу Надо будет Решать вопрос Сосиской К сожалению Вот Ладно До следующих Новостей Пойду Погуляю Кстати Еще сегодня Хочу рассказать Кое еще было Ну Америка Америка Она конечно Классная страна В плане Социума Тут Все такие Добренькие Улыбчивые Ходят Да Но Не всегда Такое Бывает Тут Много Всяких Мигрантов Много Всякой Шалупони Тоже Есть Сегодня Я шел Просто Гулял Вечером И Какие-то Три Мекса Или хрен знает Кто Такие Ну Они Похожи Как будто С какой-то Бандой Знаешь Сальватруча Знаете Вот Такие Всякой Шалупонь Есть Тут Всякие То Черные Банды То Какие-то Мексы Я их Обычно Не видишь Но Иногда Бывает Шли Какие-то Пьяные Типы И Один Из Их Мне Плюнул Вслед Короче Прошли Практически Он Мне Плюнул Вслед Я Ладно Думаю Драться Не хочу Вот Сделал Вид Что Не Замятил Хрен С ним Иногда Нужно Ну Человек Воспитывать Мне Что Долбоеба Они Есть Долбоеба Как Везде Да Зачем Лишний Раз Лезть На Дорожен Я Конечно В своих Силах Уверен Да Но Ну Убью Я Их И Что Мне Потом Посадят На 15 Лет Ну Это Так Грубо Говоря Конечно Вот И Я Понял Вспомнил Вот Что Чего У меня Нет Это Опять Перцового Балончика Вот Бывают Моменты Когда Тебе Необходим Перцовый Балончик Кулаками Решать Вопросы Это Не очень Хорошо Потому Что Тебе Самому Могут Надавать Во-первых Перцовый Балончик Он Как бы Нейтрализует Того Соперника И Скорее Всего Боли И страданий Причинит Больше Чем Кулаки И все И все Остальное Поэтому Перцовый Балончик Все-таки Это Очень Хорошая Вещь Я К счастью Его Никогда Не применял Но Я Последнее Время Его Носил Я Просто Его Сейчас Дал Насте Просто Тут Бомжи Всякие Ходят Все равно По центру А Настя С утра Там Когда темно Ходит Она У меня Попросила Говорит Ну давай Я ей дал Перцовый Балончик А сам Без него Остался Я понял В той ситуации Что мне Очень нужен Был Перцовый Балончик В принципе То есть Для нейтрализации Кого-либо Там Никакого Конечно Конфликта Не было Но Там Напрашивались На конфликт Вот А кулаками Я решать Его Не хочу Вот Поэтому Перцовый Балончик Конечно Все равно Придает Такой-то Уверенности И Тем более Те Кто Не любят Там Размахивать Кулаками А я Таким Не являюсь Потому Что Ну Я не Приучен К этому Я не Занимался Никогда Никакими Единоборствами Вот Ни боксом Ни карате И всему Остальному Оперцовый Балончик Все равно Может Позволить Разрешить Ситуацию Какой-то Конфликт Ну Спустить Его На тормозах Фактически То есть Если Пшикнуть Его В лицо Человек Будет Страдать Главное Только Не перепутать Направление Чтобы Себя Не Пшикнуть Но Я говорю Никогда Не дай бог Вообще Попадать В такие Ситуации Чтоб Надо Было Что-то Применять Я Человек Довольно Пацифистический Я Пацифист Сам По себе Не люблю Какие-то Конфликты И Никогда На них Не лезу Не напрашиваюсь Но Такие Есть Персонажи Они В любой Стране Есть Где-то Больше Где-то Меньше Которые Напрашиваются Просто Сами Ладно Пошел Океан Океан Шумит Вон Прибой И Луна Вон Светит Аня Уже Села